Далее предлагаю поговорить вот о чем. Конечно же, мы все знаем, что в нашем Краснодарском крае уже определенное время действует система «Безопасный город». Но сейчас, как мы знаем, ее захотели как-то усовершенствовать и усилить. И вот об этом подробно поговорим с моим гостем, с Олегом Чернобривченко, заместителем начальника управления гражданской защиты Краснодара. Олег Геннадьевич, доброе утро. Здравствуйте. Я уже начала говорить о системе «Безопасный город», но думаю, что немногие знают, в чем ее смысл. Мы привыкли говорить лишь о безопасности на дорогах, но знаю, что она гораздо шире. Так ли это? Да. В целях реализации концепции построения и развития ПК «Безопасный город» это аппаратно-промышленный комплекс. Он утвержден постановлением правительства Российской Федерации, а также постановлением губернатора Краснодарского края, где идет система развития ПК «Безопасный город» на всей территории Краснодарского края. В рамках пилотного проекта, согласно данного постановления, эта система будет развиваться на территории муниципального образования города Краснодар и города Сочи. Это как два пилотных проекта, где это все будет реализовываться. На сегодняшний день данные проекта реализовываются на базе единых дежурных диспетчерских служб. Соответственно, он включает в себя различный спектр. Это и вызов по номеру 112, это экологический мониторинг, это транспортный мониторинг, это безопасность дорожного движения и многое-многое другое. Что включает в себя данные системы? На территории муниципального образования города Краснодар в частности расположено 787 видеокамер, которые в режиме 24 часа с помощью операторов отслеживается вся ситуация на территории города. Если происходит какая-то чрезвычайная ситуация, либо дорожно-транспортное происшествие, либо любое происшествие, то, соответственно, диспетчер может это все в режиме онлайн проследить, отследить путь, так сказать, преступника, либо нарушителя и своевременно оповести органы полиции и приступить, так сказать, его задержанию. Что не единожды у нас в городе Краснодаре происходило с помощью единой дежурной диспетчерской службы. Вот скажите мне, пожалуйста, все-таки безопасный город уже действует, да? Вот если можно вкратце о его, скажем так, достижениях, да? Я знаю, что она будет сейчас расширяться, эта система, и вот как бы хотелось, чтобы она расширялась, собственно, какие планы? Ну, планы очень большие на всей территории, но в связи с тем, что как бы мы не попали в федеральную программу, и бюджет все-таки предусматривает под собой только региональный бюджет и муниципальный бюджет, здесь мы в денежных средствах ограничены, соответственно. Но начиная с 2009 года, конечно, мы очень сильно развивались в этом направлении и ушли вперед многих муниципальных образований на территории Российской Федерации. Это в части создания системы видеонаблюдения, это в части создания пожарной безопасности, то бишь у нас есть стрелец-мониторинг, куда подключены совместно с главным управлением МЧС России все общеобразовательные школы, детские сады, и мы в режиме онлайн можем отследить, если произошел где-то пожар, либо угроза пожара, соответственно, у нас загорается на пульте вызов, и мы направляем туда пожарное подразделение. То же самое у нас идет и в части экологической безопасности, то бишь те стационарные посты, у нас их четыре на территории города Краснодара, из которых идет, соответственно, сигнал, и это воздух, загрязнение воздуха, воды, сколько осадков, вот, соответственно, это в режиме онлайн поступает диспетчерскую службу, и диспетчер в любое время может при получении такого сигнала, где происходит нарушение, вовремя все реагировать и соответствующим службам передать данный сигнал. А скажите мне просто, вот, насколько я знаю, что сейчас уже установлено 4000 камер по краю, будет больше. Как вы решаете, где именно камеры должны быть установлены? Это вот такой, может быть, первый вопрос. И еще момент. Могут ли жильцы домов, определенные улицы попросить, да, какую-то заявку подать о том, чтобы камера была установлена именно рядом с их территорией? Да, что касается камер видеонаблюдения, фиксации нарушения правил дорожного движения. Это создана межведомственная рабочая группа, она и в муниципальных образованиях создана, и на территории всего Краснодарского края. Соответственно, работники ГИБДД, либо полиции подают список тех перекрестков, участков дорог, где наиболее распространены нарушения правил дорожного движения, где происходит ДТП зачастую. И, соответственно, в первую очередь камеры выставляются на эти участки для того, чтобы минимизировать, так сказать, потери граждан при возможной такой ситуации. Что касается, как говорится, умного дома, да, то любой ТСЖ, управляющая компания, главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю и МЧС России рекомендовано полностью восстановить по периметру камеры видеонаблюдения. Соответственно, мы выдаем техническое задание для этих ТСЖ, либо управляющих компаний, которые хотят подсоединиться к единой системе мониторинга, видеомониторинга на территории муниципального образования. Потому что сервисное пространство у нас достаточно и позволяет подключить много домовладений. Соответственно, срок хранения у нас очень большой, который позволяет хранить это все. И при любом, так сказать, нештатной ситуации, наш оператор качественно может отработать ту или иную нештатную ситуацию и, соответственно, довести до заявителя, который обратится к нам в диспетчерскую службу. Олег Иванович, у нас осталось времени меньше минуты. Вот хотелось бы напоследок то, что называется философский вопрос. На ваш взгляд, у нас в крае скульптура вождения стала лучше? Ну, скульптура вождения у нас за последние пять лет стала намного лучше. Почему? Потому что уже многие водители знают, что везде у нас установлено видеонаблюдение. Соответственно, уже скоростной режим меньше нарушается. Соответственно, меньше у нас стало на дорогах города даже стрейтрейсеров, которые нарушали в ночное время, так сказать, покои наших граждан. Ну и, соответственно, уже ГИБДД, как сказать, они в помощь камеры видеонаблюдения очень сильные. Что не может, конечно же, не радовать. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня с утра. И я, конечно же, желаю удачи проекту «Безопасный город». Спасибо вам. Но я напоминаю, что все интервью с нашими гостями смотрите на сайте kuban24.tv. Не переключайтесь, скоро вернемся.